Приветствую вас и три аспекта, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание. Первый аспект. Это старайтесь свою дочь приобщать к игре, к общению с детьми вашей девушки. То есть старайтесь вовлекать ее в какие-то общие семейные дела. Следите за тем, чтобы она не была на ошибке. Следите за тем, чтобы она постоянно находилась в центре того, что делают все остальные люди. То есть вы, девочка и ее дети. Следите за тем, чтобы она не чувствовала себя аунсайдером. То есть человеком, находящим себя вовне какого-то круга общества. Это первый важный момент. Второй момент. Если вы будете выделять, как вы говорите, определенное время на общение со своей дочерью, в хорошем из этого не получится. Ничего, потому что она будет чувствовать, что вы делаете это по принуждению. То есть вот вам нужно час провести времени с ней. Вы с ней этот час провели. И со временем для вас так же это станет обязанностью. И вы будете интуитивно пытаться эту обязанность для себя облегчить. То есть, например, вы будете уделять много внимания именно формальности. То есть, если формально вы с ней вместе, формально, а в действительности каждый из вас там на своей волне. В этом не есть что-то хорошее. Поэтому не засыкливайтесь на времени. Если вы хотите пообщаться со своей дочерью, если вы хотите провести с ней время, если вы чувствуете такой порыв, не зарывайте его. Позвольте этому порыву реализоваться и общайтесь с ней столько, сколько вы хотите. Но при этом искренне, при этом естественно и, ну, как бы, по желанию, чтобы получать удовольствие самому от того, что вы делаете, от того, что вы проводите время со своей дочерью. Это первый, точнее, это второй аспект. И третий аспект, который мне хотелось бы давать донести. Вы говорите, что у вас имеется чувство вины. Значит, чувство вины в данном случае Совершенно не обоснованно. Потому что вашей дочери нужен счастливый отец. И я надеюсь, что вы счастливы с твоей девушкой сейчас. Я надеюсь, что вы рады, что Вы сейчас не одиноки, что вы Можете проявлять себя как мужчина, да, как Там, отец семейства, как глава семьи и так далее. Вот это определенно сделало более полный. И если ребенок вас любит, то оно, наверное, за вас радо. Радо, что вы обрели свое счастье. И в этом плане Не нужно себя винить. Вы поступили совершенно верно. Но вместо того, чтобы себя винить, Вместо того, чтобы Вот, как бы, ощущать То, о чем вы пишете Лучше уделять Конкретное время Прилагать конкретные усилия Для того, чтобы Купировать Вашей дочери Вот те изменения Которые произошли То есть Действовать в направлении Первых и вторых моментов О которых я говорил И тогда вы будете видеть Что, во-первых Ваш ребенок Участвует В делах семьи Что ваш ребенок Активно Взаимодействует Там С ним Со всеми остальными членами И так далее И Второй aspect Это Чтобы Вы Общались Со своей дочерью Естественно Чтобы Не было Какой-либо Непринужденности В том Как вы с ней Взаимодействуете Чтобы Была Естественно Чтобы Была Была Истренность Был порыв Чтобы Ребенок Чувствовал Что вы действительно Вот сейчас Вы полностью С ней И это Важно И пусть Это будет Пять минут Пусть это будет Десять минут Но в эти моменты Она чувствует Вас А чувствует Что у нее Есть ответ И этого Достаточно На этом все Надеюсь Помог вам Если какие-то Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если вам понравился Мой ответ Буду благодарен Если сделаете Всего лучшего Желаю вам Всего доброго И удачи